Герои старинной русской сказки выйдут сегодня на сцену Новосибирского Глобуса. В молодежном театре премьера. Артисты сыграют спектакль «Финист, Ясный сокол». Мелодии старины на новый лад. Гостья из Омска Анна Бабанова представляет на сцене Глобуса свою любимую сказку. К истории о приключениях русского богатыря не раз обращались режиссеры театра и кино. Вспомнить хотя бы знаменитый фильм «Финист, Ясный сокол» 1975 года. Советскую картину, самый важный для постановщицы зритель, не оценил. Когда мой ребенок смотрит голливудские мультики, я ему сказала, послушай-ка вот эту сказку «Финист, Ясный сокол». Он посмотрел, сказал, сколько тища. И тогда я думаю, надо ее немножко на сегодня переделать. Так что добавить. Да, добавить вообще, да, как бы сегодняшнего ритма, там, музыки как-то, в общем, сделать так, чтобы ему не было скучно. В своей постановке режиссер добавила динамики, но не меняла сюжет радикально. В образе «Финиста» Алексей Кучинский. Он, кстати, играет Грея в мюзикле «Алый паруса». Признается, роль богатыря оказалась сложнее, чем ожидал. Сцены битв со злодеями хорошо отработаны, но полной уверенности актер пока не чувствует. Мы должны все-таки привыкнуть. Мы не так долго на большой сцене, как раз дней 5-6. Поэтому со временем это все войдет в привычку, в удобную такую фазу. Поэтому будем больше уже уделять время игре. На сцену выходит еще один богатырь, правда, совсем юный. Артем Гек. Ему, пожалуй, сложнее всех. Нужно не только репетировать, но и делать уроки. Артем в четвертом классе. Впрочем, школьник на трудности не жалуется. Совсем как отважный мальчик Ванюша, которого играет юный актер. Он такой храбрый, ну, герой. Потому что он все хочет сражаться с главным врагом, картаусом. Представление для детей и взрослых в «Глобусе» получилась очень яркая и теплая новогодняя премьера. В театре надеются, что на каникулах публика предпочтет телевизору поход на спектакль. Евгения Типоева, Евгений Жилаев, Вести Новосибирск.